Чувствую себя, как водолаз-глубоководник. Вы не обижайтесь, что я стою спиной. Знаете, водолазы, когда они ныряют, они ныряют спиной. Тут столько оборудования. Честно говоря, если бы навесили акваланги, то, я думаю, что принципиально бы ничего не изменилось. Ой, людоньки добрые. Сколько народу. И все такие симпатичные, прямо. Ой-ой-ой. Красота. Просто замечательная красота. Слушал я, что говорил Ребе Валентин. И думал, какой еще прекрасный гость здесь есть. Какой-то духовный орол. Может, где-то даже Беркут. Про кого он рассказывает. А потом оказалось, что это про меня. Слушайте. Как хорошо иметь добрых друзей, которые тебя авансируют тем, что ты еще даже не пощупал. Так приятно. Так хорошо. Я всех поздравляю с этим праздником. Такие люди и такого парня женят. Просто словно нет. И видите, как все в правильном порядке. Сначала первенцы. И я думаю, что остальные... Сколько их... Ага, да. Правильно. Вот. Остальные тоже не подведут. Вы знаете, я страшно заинтригован. Потому что... Мне же так интересно увидеть под хупой ту, которая стала избранницей первенца свионтыков. И... Дело к этому приближается. Те, которые так же, как и я, Я собираюсь это увидеть. Готовьтесь. Я думаю, что уже можно молиться И за родителей невесты, и за родителей жениха. Я думаю, что, в принципе, можно молиться и за жениха, и за невесту тоже. Но... У меня такое ощущение, что они сейчас, знаете, в состоянии гроги. Есть в боксе такое понятие. Гроги — это не нокаут. Это так, знаете... Когда боксер нормально стоит на ринге, действует... Так выглядит бойцом, но он вообще не здесь. Он на ринге, и он отсутствует. И у меня такое есть легкое подозрение, Что... Молодые люди сейчас примерно в таком состоянии. С другой стороны... Дай им Бог... Находиться в этом состоянии Все совместно в жизни. Потому что это так хорошо, Когда ты вроде и здесь, И в то же время... Где-то в другом, более... Замечательном месте. Так здорово, знаете... Они уже приехали, нет? Они где-то слышат? Не слышат, да. Так а что же я буду разоряться? Все же в основном для них сегодня. Хорошо. Вы знаете... Как-то так хочется на душе такое желание Нестандартным образом прочитать молитву Шерхия. Потому что это все-таки особенный праздничный день. И в значительной мере от нас зависит, До какой степени мы откроемся для Божьего праздника сегодня. Поэтому, хоть это и не соответствует Ортодоксальной Галахе, Я с вашего позволения помолюсь. Баруха та адунаэ лагейну мэлэ гавалам шейхи яновы кейману вэгияну лэзманазэ. Будь благословен Господь, Царь Вселенной, Царь Вечности, Давший нам силы и сохранивший нас к этому дню. К этому особенному дню. Мы очень благодарны Тебе за то, что Ты все это устроил. И такими путями, которые были для людей не совсем понятными, Привел всех в этот зал и ведешь сюда виновников этого торжества. Пожалуйста, благослови все, что здесь происходит, будет происходить. И пусть Твоя шахина покрывает всю эту аудиторию и покрывает то место, где будет продолжение праздника. И самое главное, пусть она укутывает жениха и невесту, когда они станут мужем и женой, так, чтобы в жару им было прохладно, в холод им было тепло, в сложных ситуациях им было просто. И в любом случае, чтобы они ощущали Твою близость. Благодарим Тебя, всемогущий Царь Израиля, через Мошеха Ишима. Аминь. Друзья, когда сегодня дорогой наш друг Уэйн, когда он говорил на тему Балака, вы знаете, я подумал, насколько удивительно вот это различие, как Бог говорит о Своих детях, когда Он обращается к ним, и как Бог говорит о Своих детях, когда Он обращается к людям внешним, особенно настроенным враждебно. очень большая разница. Вы знаете, если мы откроем книгу Бемидбар, это же удивительное дело, что Бог проговорил через Валаама, когда тот собирался проклясть Израиля. Как прекрасны шатры Твои, Яков, в жилища Твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойное дерево, насажденное Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведра Его, и семя Его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь Его, и возвысится царство Его. Бог вывел Его из Египта, быстрота единорога у Него, пожирает народы враждебно Ему, раздробляет кости их стрелами своими, разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет Его? Удивительно вообще. Просто, просто удивительно. И еще в одном обращении Валам говорит, что не видно колдовства среди него. То есть, он просто поет гимн Израиля. И мы знаем, в каком состоянии был Израиль на тот момент. Мы знаем, что за грехи Израиля все взрослое поколение умерло в пустыне. Если мы сравним то, как Валам описывает состояние Израиля, например, с 20-й главой пророка Изекииля, мы можем вообще не понять, что происходит. Помните, что пророк Ихискель и Изекииль писал? Он описывает, в каком состоянии был Израиль в Египте, что это было повально и дал поклон. И несмотря на все то, что Бог делал и сделал тогда, они не оставили своего идола поклонства. Вплоть до того, вплоть до того, что Бог хотел поразить поразить Израиля среди земли египетской. Восьмой стих 20-й главы Изекииля. Но они возмутились против меня, не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, это честь своих и не оставил идолов египетских. Я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себе им, чтобы вывести их из Египта. Я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповедь и объявил им мои постановления. Дал им также субботы шаббат шалом. Так хорошо, когда один праздник усиливает другой. Так хорошо, когда радость Божьего бракосочетания усиливает шаббатную радость. А шаббатная радость наполняет эту хупу уже до того, как туда зашли жених с невестой. Но и Господь говорит, но дом Израиля возмутился против меня в пустыне. По заповедям мы им не поступали, отвергли постановления мы. И я сказал и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Ох! И дальше даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текучим молоком и медом красавших земель, за то, что они отвергли постановления и не поступали и не поступали по заповедям моим и нарушали субботу. Ибо сердце стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их. И я не истребил их в пустыне. И говорил и о сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, не соблюдайте установления их и не оскверняйте себя идолами их. Итак, невероятным образом, вот в каком состоянии был народ тогда. И тем не менее, что происходит, когда враги пришли поразить Израиль, и когда Валаам пришел проклясть Израиль, Бог совершил прямую духовную интервенцию в это все мероприятие и разрушил планы врага. И он дал слово Валааму, бессмертное слово, которое уже представляете сколько лет, примерно три с половиной тысячи лет звучит над землей, как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль, растилаются они как долины, как сады при реке, как олойные дерева насажденные, как кедры при водах, польется вода из ведра его, и семя его будет как великие воды, превзойдет агага царь его, возвысится царство его, и так далее. И дальше звучит потрясающее слово. Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. И вы знаете, когда впоследствии обещание Аврагаму было истолковано некоторыми церковными деятелями, как отмененные для Израиля и теперь действующие только для церкви, не знали делать, что делать вот с этим благословением. Потому что если в Новом Завете говорится о христианах, как о духовных детях Авраама, то вот тот Израиль, который был в пустыне, никаким образом даже в самые худшие времена антиеврейской теологии не мог быть отождествлен с церковью. Вот это предупреждение, то предупреждение, которое Бог вложил в уста Авраама, вот это благословение и вот это проклятие всегда относилось, относится и будет относиться к народу Израиля. Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Таким образом, здесь есть некоторые изменения по отношению к тому, что было обещано Аврааму. Ему было сказано, «Я благословлю тех, кто благословляет тебя и прокляну тех, которые злослоят и проклинают». Здесь утверждается факт. Те, которые благословляют Израиль, еврейский народ, даже если сам еврейский народ находится далеко не в лучшем духовном состоянии. Те, кто благословляют еврейский народ, они уже благословлены Господом. И по мере того, каких сердца будет открываться все больше для благословения еврейского народа, благословения Божьи будут возрастать в их жизни. А те, кто сделал себя врагами народа Израиля, те уже под проклятием. И на самом деле им не надо долго ждать, когда оно проявится. Каждый может выбрать свою позицию по отношению к еврейскому народу. значит ли это, что Бог закрывает глаза на грехи Израиля? И как Ваин говорил, конечно, нет. Значит ли это, что нам нужно соглашаться со всеми тенденциями в еврейском народе? Безусловно, нет. Значит ли это, что мы не имеем права видеть среди наших еврейских братьев и сестер что-то не очень хорошее? Конечно, нет. Бог есть Бог истины. И любовь Божья, она правдива. Аминь. Но все дело в том, Господь в эту неделю хочет напомнить всем верующим в Бога Израиля по всему миру. Друзья, я всегда благословляя и наказывая мой еврейский народ остаюсь отцом Израиля. Я всегда в каком бы Израиль ни находился состоянии верен моему избранному народу. Моя любовь она не приложна к народу Израиля. Так же, как она не приложна ко всем, кто искренне поверил в Мессию Израиля и вошел в его избранный народ. Бог любит всех своих детей нелицемерной и нелицеприятной любовью. И на самом деле только те, которые сострадают Божьему народу, любят Божий народ, благословляют Божий народ, они по-настоящему могут послужить исправлению недостатков Божьего народа. Те же, кто приходит с ненавистью, презрением, враждой к народу Израиля. для них Бог показывает Израиль самой лучшей стороны и не хочет, чтобы они могли проклинать Израиль. Те же, кто все-таки продолжает это делать, неминуемо понесут последствия своего отношения и своих действий. Вы знаете, как важно, чтобы мы вот это Божье отношение переносили на своих близких, на своих родных, на свои общины, на своей церкви. Даже если мы видим проблемы, мы должны избирать позицию благословения. даже если мы видим недостатки, мы не должны отказываться от любви к нашим близким по плоти и к нашим близким по духу. Мы должны помнить, Господь любит всех своих детей. господь любит те общины, куда Он поместил нас, и Он хочет, чтобы мы любили их. Господь любит те семьи, в которых Он сделал нас частью, живой частью, и Он хочет, чтобы мы любили наших близких, чтобы мы любили наших родителей, чтобы мы любили наших детей, чтобы мы любили наших братьев и сестер, и особенно, очень особенно, Он хочет, чтобы мужья любили жен, а жены любили мужей. Для Него очень важно, для нашего Отца очень важно, чтобы на самом деле мы смотрели не только на Израиль как народ, не только на Церковь как Божий народ из разных народов, но чтобы мы смотрели на тех людей, с кем Бог соединил нас глазами благословения, милости, поддержки жизни, а не глазами осуждения и приговоров. Если вот так будет меняться наш взгляд, Бог через нас может поддерживать падающих, укреплять колеблющихся, помогать выровнять свой путь тем, которые начали отклоняться, и в любом случае вы знаете насколько важно, чтобы даже обличая кого-то мы делали это с любовью и состраданием. вы знаете, для меня это было очень тяжело. Если Бог показывал мне что-то не очень радостное в других людях, раньше я думал, что это значит мне нужно на только после того, как Бог смирял меня, как Бог показывал мне, если я только обличаю или если я обличаю без любви, то тем самым я обличаю самого себя. И каким судом я служу, таким судом я буду судим. Через годы служения ко мне пришло понимание, что только любовь к тем, кого ты обличаешь, дает тебе право по-настоящему смело обличать. И очень-очень хочется, чтобы мы все, все смотрели друг на друга глазами веры, которые Бог сверхъестественно внедрил в Валаама, чтобы мы произносили слова веры и слова любви. Такие слова, которые Бог сверхъестественно вложил в Валаама. И чтобы никакие обстоятельства не помешали нам верить в наших братьев, наших сестер, наших близких. И даже если сейчас они в не очень хорошем состоянии, но Бог может благодаря нашей вере совершить чудо и поднять тех, кого наши физические глаза видят, может быть, в очень печальном виде. Друзья, давайте сейчас помолимся за народ Израиля и благословим его. Вы не возражаете? Боже, мы благодарны Тебе за то, что через эти тысячи лет Ты сохранил свой народ. И Несмотря на все грехи Израиля, Несмотря на все недостатки Твоего народа, Несмотря на все отступничества и уклонения Твоего пути, Ты остался верен тем, кого Ты избрал навсегда. Пожалуйста, дорогой наш отец, Отец Аврагама, Отец Ицхака, Отец Якова, Благослови Твой народ. Пусть все, что говорил Валаан, исполняется при нашей жизни в Твоем народе, Израиле. Пусть все, что говорил Валаан, все это чудесное пророчество совершается еще в этом поколении в Твоем народе. Боже, пусть шатры Якова станут воистину прекрасны. Пусть расцветают жилища Израиля. Пусть расстилаются, как долины, как сады при реке, как олойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Боже, пусть вода, руага кодыш, льется и наполняет дома евреев. И в Эрец Исраиль, и по всему миру. Боже, пусть это небесная вода, вода Святого Духа, наполняет сердца, сокрушает препятствия. Пусть она уносит камни с Твоего пути, с пути Твоего народа. Боже, приготовляй путь для Твоего народа. Приготовляй путь правды и восхождения. Всемогущий Царь, и пусть эта святая небесная вода, наполняя сердца евреев, как ты пророчествовал через Валаама, польется через них и растекается, напояя всех окружающих людей. Всемогущий Царь, нам это кажется невероятным, но ты, единый творящий чудеса, ты можешь это сделать при нашей жизни. Ты сотворил так много, исполняя пророчества Твоих слуг и даже пророчества Валаама. Боже, мы молим Тебя, чтобы слава Твоя взошла над Еручалаймом, слава Твоя взошла над Израилем, слава Твоя взошла над Егудим по всему миру, и чтобы они прославили имя Твое, и чтобы Твоя любовь была реальной для них, реальней, чем все остальное. И мы просим Тебя, Мелых Исраэль, мы просим Тебя, пожалуйста, растопи лед, который еще остается вокруг наших сердец, лед, мешающий любить и сострадать не только Израиль вообще, но конкретных евреев, окружающих нас. растопи лед, который еще мешает любить и сострадать верующих из разных народов, растопи лед, который мешает любить и сострадать народу Украины и другим народам. Боже, пусть вместо льда потекут ручьи, потекут сладостные потоки и возвеселят Град Божий. Божьем Иисусуа Машиев. Амин.